Всем привет! С вами Дмитрий из Орла. Сегодня, 14 октября 2022 года, прочитал на сайте Лента.ру вот такую новость. Россиянам назвали приводящие к артриту и артрозу факторы. Ортопед Еремин заявил, что к артриту и артрозу приводит наследственность и частые травмы. К развитию артрита и артроза могут привести частые травмы, переломы и ряд других факторов, сообщил Иван Еремин, травматолог-ортопед филиала израильской клиники Хадаса в Сколково. Эти и другие факторы риска он назвал россиянам в беседе с Лентой.ру. Артрита и артроз – заболевание, которое приводит к дисфункции абсолютно любых суставов в организме человека, объяснил врач. Есть несколько факторов, которые могут запустить их развитие. Первый из них – это наследственность. По словам Еремина, пациенты с генетической предрасположенностью могут получить артроз в крайней степени уже в молодом возрасте, после незначительного ушиба. Наследственным фактором также относятся неправильные развития сустава, которые начинаются с рождения и даже в юном возрасте может привести к артрозу. В качестве второго немаловажного фактора ортопед назвал постоянные травмы, ушибы, переломы. Очень часто по этой причине недуг развивается у спортсменов, суставы которых подвержены повышенной нагрузке. Также спровоцировать патологию могут различные системные заболевания, в частности ревматоидный артрит. Ревматоидный артрит – это аутоиммунное заболевание, этимология которого неизвестна медицине. То есть человек живет нормально и вдруг в возрасте 50 лет получает этот диагноз. При таком недуге страдает соединительная ткань, которая находится в капсулах суставов. Из-за этого в процессе движения начинает настрадать сустав, который испытывает сверхнагрузку. В какой-то момент капсула не выдерживает и сустав начинает разрушаться. Вот что сказал Иван Еремин. От себя хочу добавить, что у меня было нечто. У меня болело сильно правое плечо. Долго, несколько лет. И я думал, что у меня вот что-то из этой области. Думал, что это уже износ суставов, возраст и все такое. Но, оказалось, болело очень сильно, кстати. Не мог лампочку закрутить, поменять. Не мог руку вверх поднять. Не мог камень бросить. Это я говорю о правой руке. И даже не мог спать на правом боку, потому что болело, ныло плечо. Представляете? То есть я чувствовал себя полным инвалидом. Это был какой-то кошмар. Я думал, ну как так? В таком возрасте мне еще, в принципе, рано до пенсии. И, понимаете, так болит плечо. Я не мог до лопатки дотянуться. Вот рукой, руку назад заводил. Боль, боль, боль и боль. Бросить камень, боль. Завернуть лампочку, боль. Понимаете, плечо болит. Спать не мог на плече. Руку вверх поднять, боль. Я думал, что это, что это, что это? Вы знаете, что это оказалось? Соль. Все дело в соли. Как только я бросил есть соль, через две недели у меня произошло сильное облегчение. А через два месяца все прошло. Представляете? Почти все прошло. Потом прошло вот пару, год, два. И я вообще, мне вот рука как рука и никаких проблем. То есть, отложение соли, видимо, или как-то вот соль влияет, но прежде чем ставить себе диагноз инвалидность, бросьте есть соль. Я очень редко теперь употребляю соль. И не в чистом виде, а в виде хлеба, в виде сыра. Редко я это ем. И Малышева сказала, что где-то грамма достаточно. Человеку, который в сильных физических нагрузках не испытывает грамм, два грамма вполне достаточно. А я его вообще не ем. И тот же хлеб и сыр я ем редко. Бывает, что кусочек раз в неделю. Понимаете? Так даже бывает. И на самом деле соль содержится во многих продуктах. В скрытом виде. Например, в молоке коровам дают лизунец соленый камень лизать. Во многих продуктах она находится. Понимаете, соль. И как только я бросил ей соль, сразу наступило облегчение. Буквально несколько недель я забыл, что у меня это было когда-то. Я спокойно теперь могу и лампочку завернуть, и камень бросить, и руку вверх поднять. И сплю, естественно, прекрасно. Вот. И на правом, и на левом боку. Представляете? Вот такие, такое наблюдение. Так что, и лишний вес тоже влияет. Так что, сбрасывайте вес, прекращайте есть соль. Кстати, это взаимосвязано. Соль и лишний вес. Потому что соленая пища, она возбуждает аппетит. Ее съедаешь, как правило, больше, чем пресный. Сбрасывайте лишний вес. Отказывайтесь от употребления соли. Хотя бы в чистом виде. И не приговаривайте себя к инвалидности раньше времени. Я уверен, вам будет легче. А то и вообще все пройдет, как у меня. Ну, от возраста, конечно, зависит. И от количества этой соли. У меня все прошло. Вот. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал Дмитрий из Орла в Яндекс.Дзен, в Рутубе, в Ютубе, в Одноклассниках и ВКонтакте.